В областном правительстве подвели итоги выполнения стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области за прошлый год. А кроме того, обозначили задачи на текущий год. Подробности у Натальи Чегет. Воспитание детей формируется из разных элементов. Одно из направлений стратегии – это патриотическая работа. Сейчас молодежь в Верхней Волжье активно участвует в помощи семьям мобилизованных и поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задания в зоне СВО. В стратегии включен ряд мероприятий, направленных на расширение форм взаимодействия ребенка с родителями. Например, в детских садах пройдет марафон «Читаем вместе». Всех членов семьи задействуют в чтении книги ребенку. После дети будут рисовать запомнившиеся эпизоды. Работа выстраивается плотно, детально. Это очень важно, потому что, как известно, от деталей проводимой работы, особенно в такой чувствительной сфере, как воспитательная деятельность, от деталей зависит очень многое. Здесь можно констатировать, что в целом довольно насыщенная программа в регионе. И в этом, мне кажется, залог и для будущего успеха, и для будущего развития как раз этой сферы. Одно из основных направлений стратегии – воспитание традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи. Совместную работу в реализации стратегии ведут не только власти региона, но и учреждения образования и культуры, а также Тверская митрополия и общественные организации. Самая главная задача, чтобы сделать современного ребенка, с одной стороны, счастливым, с другой стороны, ответственным за свою жизнь и то, что происходит вокруг него. Сейчас делается определенная ставка на семью. Потому что, как я уже сказал, что главное, когда родители спрашивают, какие получили оценки, а что произошло, какие-то получили впечатления или новые знания. Отойти от материальных или от тех достижений, которые ребенок получает в школе, а прийти уже более к человеческому. И, наверное, тоже потому, что ребенок живет сегодняшним днем, но в то же время, живя сегодняшним, мы говорим о будущем. По мнению губернатора Игоря Рудени, духовно-нравственные ценности должны быть главной опорой в воспитании юных жителей региона. Только так можно обеспечить гармоничное развитие личности, сформировать ее социальную ответственность. Глава региона подчеркнул, важно дать возможность молодежи региона реализовать себя в учебе, работе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Ключевым сегодня направлением нашей работы это вопрос воспитания нашей молодежи на фоне всех информационных потоков, информационного давления на общество со стороны западных стран, когда происходят попытки подмены понятий, изменения системы ценностей. Но большое количество мероприятий, которые проходят по направлению культуры, по направлению спорта, по внеклассной работе, нам дают основания полагать, что работа по воспитанию наших детей идет в достаточно правильном направлении. По итогам 2022 года в рамках стратегии в школах Тверской области введена еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. Для учеников выпущены региональные издания, государственные символы РФ и официальные символы Тверской области, обновлены карты страны. В учебных заведениях проходят разговоры о важном, онлайн-уроке «Защитники мира», «Страна книг», «Победа народа». В этом году в школах планируют активнее внедрять воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят. Акцент также делается на изучении истории родного края, культуры и традиций Верхневолжья.